Валяйся, я не буду сегодня слишком оригинальным, да, я скажу, что, конечно же, трехдневный визит лидера Китая, китайской компартии, в общем-то, да, человека, который в Китае принимает решения практически единолично, то есть, ну, в очень узком кругу людей, да, его трехдневный визит в Москву, да, то есть к Путину. В общем, Путин его принял очень пафосно, там, в общем, ужины, крабы, королевские и так далее, царские дворцы, в общем, да, это все было очень пафосно принесено, особенно российской аудитории, но в принципе, да, вот если говорить чисто правду, то я, ну, правду, во-первых, с Китаем правду не найдешь. За Путиным тем более. А, за Путиным, слушайте, он сейчас игрок, это актер не первого плана, это актер второго плана сегодня, то есть, это не, то есть, это человек, который, да, может нажать на кнопку, но дадут ли ему это сделать, это очень большой вопрос. Это была встреча двух диктаторов, да, двух диктаторов, и в этом нет никакого сомнения, да, но у диктатора китайского были, ну, было и есть достаточно такая тонкая вещь, которую он должен как-то там провести. С одной стороны, он не хочет, чтобы Россия была слишком сильной, чтобы уйти от влияния Китая, с другой стороны, она должна остаться достаточно сильной, чтобы режим Путина не пал, потому что если вдруг придет там другая власть, непонятно, какие будут отношения с Китаем, да, это, это первое. Потом, вторая, это, как бы, подчеркнуть свою роль миротворца в мире после, как бы, посредничества между Ираном и Саудовской Аравией, да, вот 10 марта, когда было объявлено о возобновлении дипломатических отношений, вот Китай, как бы, посредничал, вот эту роль мирового миротворца надо подчеркнуть и подтвердить, но главное, впечатлить мир не западный. Мир другой, который, в общем-то, не совсем четко занял позицию по вторжению полномасштабному в Украине, и, да, при этом, давайте в скобках скажем, что президент Си или глава Компартии, он приехал к Путину, которому уже был выдан ордер на арест. Да. Китай решит, все же, силовыми методами взять Тайвань, и чтобы вот эта санкционная политика, которая ясно будет применена по отношению Китая, чтобы она не пользовалась никакой, как бы, поддержкой тех стран, которые не определились по поводу агрессии в Украине. Да, вот, как бы, это достаточно такая, такая сложная ситуация. Плюс, я добавлю, плюс сейчас Америка для Китая это проблема, особенно после того, как на прошлой неделе президент Байден, может быть, это не все заметили, он сказал, что нам надо открывать максимальное количество материалов, сегодня засекреченных, по происхождению ковида, и включая, конечно же, лабораторию в Хуане. Это огромный институт. Да, может быть, Савик, вот давайте сейчас так, наши предположения побросаем. Ну, вот, мне кажется, что это, вот, там огромное количество, где-то 20 тысяч, да, всяких вирусов, которые были собраны от летучих мышей, 20 тысяч, вот, разных. Проводятся, конечно, генетические эксперименты в том смысле, что они объединяются, эти вирусы, да, вот эти белки, они, они манипулируют, да, вот, там, берут какое-то звено из одного вируса, пересаживают, другой вирус получается нечто такое гибридное, да, ну, и вот играются с этими, вот, вот, с этими вирусами. И, насколько я понимаю, это вот, да, вот, эта лаборатория находится недалеко от военной лаборатории, и между ними рынок в Хуане. И вот, по меньшей мере, я читал и смотрел там несколько очень хороших фильмов документальных, в том числе и австралийского производства, что во время транспортировки вот этого вируса, они транспортировали, они что-то, что-то у них получилось, военные хотели знать, что это такое. Этот вирус они каким-то образом транспортировали из лаборатории научной в военную, и вот в этот момент вирус убежал, и убежал он где-то, да, вот, где-то в районе рынка, вот, 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 примерно вот так. Там, я помню, помните, когда вначале все это еще было коронавируса, и была такая пристальная, было внимание приковано, там в этой лаборатории главной, которая собрала вообще все эти виды мышей, одна женщина была, китая. Она, она очень известная, она, наверное... Она очень известный, да, ученый, ее даже называли, какая-то у нее кличка типа королева летучая мышь, королева... Да, 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 это верно, верно, она собирала под ее руководством. Да, да, вот все под ее руководством, и там была история о том, что один из сотрудников каким-то образом заразился, что-то он нарушил, либо случайность какая-то была, и он заразился вот этим мутированным уже искусственным очень, ну, вирусом, который человек сделал таким, который выживает в любых обстоятельствах, то есть супер получается вирусом, и в чем смысл? Не в том, что, ну, в лаборатории могут происходить несчастные случаи, это как бы понятно, но они скрыли это, они это не сказали, и они, по сути, вот нулевой этот пациент, да, по сути, выпустил дальше, и вот пошла эта тема, которая, конечно же, требует наказания тех, кто поступил безответственно просто. Ну, и теперь на счету у них, у всех, и у тех, кто это скрыл уже дальше, если мы говорим о власти, ну, миллионы человеческих жизней, миллионы, которые умерли. Но, Савик, вот согласитесь, какой сценарий сравнится с жизнью, если вот это так, и если они докажут, но это же чистый голливудский сценарий вообще фантастического какого-то фильма, там, ужасов, да, о будущем? Да, я думаю, что это хороший сценарий для Голливуда, несомненно, но я говорю, что если вот с одной стороны Китай пытается утвердить свою как бы роль миротворца, а если с другой стороны вот эти документы, которые будут опубликованы со стороны Соединенных Штатов, покажут всему миру, что Китай неряшливый, что Китай воинствующий, что Китай выпустил этот вирус, и в итоге, реально, то есть, ну, это катастрофа. То есть, этот вирус, это была катастрофа, и тут даже не надо пытаться преуменьшать, реальная катастрофа. Биооружие чистое, чистое биооружие. Поэтому, если вдруг Китаю придется хотя бы частично нести ответственность за пандемию, я думаю, это очень сильно ударит по престижу Китая, поэтому можно, китайской Компартии, поэтому можно также предположить, что вот этот визит в Москву, он как бы, в том числе и в преддверии, возможно, чего-то вот такого, да, чтобы, посмотрите, вот 45-го года мировая, ну, то есть, геополитика мира, ну, или политика мира, да, это был треугольник. Китай, Соединенные Штаты, Советский Союз, Китай, Соединенные Штаты, Россия. А, значит, мы видим, что во времена Мао и Сталина там были общие интересы, они находили общий язык, и, в общем, это все закончилось Корейской войной огромными жертвами со стороны китайцев. Потом, во времена Хрящева, Мао и их, в общем, там были очень серьезные трения. Китай двинулся в сторону Запада, это я вам, то есть, я вам могу сказать лично, я первый раз был в Афганистане уже после, ну, советского вторжения в 81-м году, и тогда я видел у афганского сопротивления, потому что я был с мужаидами, я входил в Афганистан, значит, мужаидами. А они, у них в основном было ружье Энфилд-303, то есть, это историческое ружье Первой мировой войны. Другого оружия не было. А в 82-м, когда я уже, ну, каким-то образом я попал на оружейный рынок, это я там, ну, в общем, бывают такие удачи для журналиста. Вот иногда попадаешь в те места, которые тебе глаза открывают. Вот я попал на этой племенной территории, есть территория между Пакистаном и Афганистаном, которая, в общем, племенная, и там законы племен, там нету национальных законов. Так вот, я попал на оружейный рынок, там было только китайское оружие. Китайские калашниковы, китайские РПГ, китайские мины, да, вот. Вот, и значит, Китай поддерживал, но так, скрытно поддерживал, да, афганское сопротивление. То есть, сила афганского сопротивления мужаэдов против Советского Союза. В итоге, некоторые эксперты, да, такие важные, считают, что вот эта позиция Китая по отношению к Советскому Союзу, в принципе, как бы, открыла ворота для западных инвестиций в Китай. И в итоге Китай превратился в фабрику мира. А сейчас, вот сейчас мы видим совсем другую картину. Это сближение Китая и России, да, против Соединенных Штатов Америки. И тут я вам вот скажу, есть такой человек, есть Фуданский университет в Шанхае, так вот, там есть профессор Фэнг Чжу Юн, по-моему, я не знаю, как он произносится. Он очень известный историк и вообще эксперт по китайско-российским взаимоотношениям. Так вот, он говорит, что там Россия с 1860 по 1945 оккупировала тысячи и тысячи квадратных километров китайской территории. Что, в принципе, Советский Союз воблёк, вот то, что я говорил, да, Китай в Корейскую войну. И, в принципе, что Россия сегодня не есть естественный, как бы, партнёр Китая. Россия не есть партнёр Китая, реально. Вот они считают, вообще Россию видят как конкурента и даже соперника и даже врага. Но это как бы узкая группа учёных, которая видит вот так. А мы видим, что всё больше и больше, особенно после вот этого избрания не совсем легитимного или совсем нелегитимного СИ на третий срок, в принципе, всё больше и больше он принимает решения единолично. Но это такая традиционная судьба диктаторов. Тут ничего... То есть Путин всё меньше решений принимает единолично, потому что он всё более проигрывает, теряет позиции, учитывая проигрыш в войне. А СИ, наоборот, сейчас набирает. СИ сейчас набирает в том мире, который не есть западный. Вот то, что там эти пропагандисты Кремля называют коллективным западом, вот, да, это одна часть мира. А потом есть ещё 40% ВВП, да, которые, в общем-то, остаются. И это мир развивающийся. И тот мир, он не оценивает ситуацию в Украине. То есть Китай пытается сказать людям, что основа демократии – это экономическое развитие, а не политические свободы. Да, мы, как бы, это воспринимаем не очень, как бы, положительно. Мы считаем, что... Да, простите. Да, да. Я просто вот уже это говорила в эфире, но я хочу с вами это обсудить. Я полезла посмотреть статистику, товарооборот Китая с Америкой – 12%. Это первая страна по товарообороту, по количеству инвестиций с Китаем. Дальше. Страны Запада, то есть Европа западная, ну, все, весь цивилизованный мир – 44% товарооборот. И Россия в этом занимает только 3%. Ну, вот, интересный факт, который говорит о том, что, ну, вроде бы, да, вот, судя по всему, там, Китай поддерживает Путина, он поехал, но ему же это невыгодно. Вы совсем, ну, то есть деньги, экономика говорит об обратном. Плюс вот такой еще интересный факт личный, я оси посмотрела. Оказывается, у него есть единственный ребенок, единственная дочь, ей 30 лет. Она, вот, как бы вы думали, где она училась, что она закончила? Ну, что-нибудь на Западе, естественно. Не, ну, это естественно. Как естественно? Мы до этого помним все Мауш, Мау, там, все их лидеры, они все уже не были в Москве или были в Нинграде. Так вот, Китай, он послал учиться в Америку, она закончила Гарвард, очень успешно. Там не знали, что она дочка, ну, естественно, чья она дочь, тем более, любимая, единственная. И журналистские расследования, которые американские журналисты делали по ней, они говорят о том, что она очень прозападная девушка. Вот ее собеседники описывали как человека, который любит Америку, который open-minded, скромная, очень такая, прилежная. Я к чему? Ну, то есть она же вернулась в семью, она же тоже имеет на него какое-то влияние? Нет, она, несомненно, имеет на него влияние, но, смотрите, я учился в университете в Канаде, то есть в Монреале, в моей группе по биологии, это еще на втором курсе, 20 человек, 18 китайцев, одна итальянка и я. То есть тут, понимаете, часть из них возвращается в Китай, да, и, в принципе, это уже какая-то вот такая очень образованная элита, скажем, образованная на Западе. Но, смотрите, у Си, у него же папа, папа его был очень известным революционером, да, и в 59-м году он посетил Советский Союз и привез своему шестилетнему сыну, вот этому Си, он привез огромное количество советских игрушек, которые на него сильно повлияли, якобы. Поэтому я не знаю, насколько там дочь, не дочь, но я знаю одно. Давайте смотреть, вот если мы будем смотреть через ракурс Тайваня и сказать, что если вдруг Китай решит решать эту проблему, извините за такую какофонию, значит, военным путем, то, несомненно, будут санкции. И поэтому вот весь этот товарооборот с Америкой и с Европой, он просто-просто-просто захлопнется, понимаете, его не будет. Поэтому если Китай смотрит шаг вперед, то для них российские энергоносители – это очень важно. Плюс у Китая нету других крупных союзников. То есть у Китая, кроме России, нет никого. Ну кто, Иран, что ли? Или, ну, как-то смешно, правильно? А у Соединенных Штатов Евросоюза, у Соединенных Штатов НАТО, у Соединенных Штатов реально вот есть такой большой военно-политический альянс. И поэтому Китаю уже надо, ну, по меньшей мере, анализировать сценарии, что они идут в Тайвань военным путем и получают все американско-европейские санкции. Поэтому Россия для них, то есть Россия для них просто, то есть путинская Россия, именно путинская Россия им очень нужна, очень нужна. И поэтому они вот так себя и ведут. Ну хорошо, Савик, если так, так что значит, он поехал туда, чтобы дать Путину в том числе оружие против Украины? Ну что он ему обещал там? Вот смотрите, мой афганский пример вам говорит очень просто, что если речь идет о стрелковом оружии, если речь идет о легком вооружении, то это можно спрятать. Да, Китай же никогда не любит говорить, что они туда посылают оружие или в другую, третью, четвертую страну. Но это можно скрыть. Вот когда уже речь идет о дронах, это уже скрыть нельзя. Потому что как только украинцы садим дрон, то сразу будет понятно, где он произведен. Хотите я вам что-то скажу по поводу того, что вы говорите там вот на рынках, вы маджахедом поставляли, вы ввели китайское оружие. Когда на днях в Джанкой уничтожили дронами калибры, были уничтожены русские калибры, то россияне опубликовали кадры дрона, который якобы это все уничтожал. И знаете, чье производство этого дрона? Чего? Китайского. Китайского. Да, это при том, что помните, до этого были публикации, не помню где, что насколько на 20 миллионов долларов или на сколько, что Китай поставил дрона в России. Да. То есть это что, коррупция русская, это они потихоньку по-левому перепродали нам что ли? Дроны. Я вам скажу, что это тоже возможно. То есть, ну, понимаете, дрон, он может быть очень простой и очень сложным. Это зависит от того, чем он начинен. Поэтому китайские военные дроны, если они появятся на театре боевых действий в Украине, конечно, это будет указывать на участие Китая. И, понимаете, потому что, в принципе, снаряд можно скрыть. Вот они могут поставлять телевизорские снаряды, это можно скрыть. Потому что ты меняешь надписи, ты меняешь там, сложно сказать, это чье производство. Но когда они, если, я надеюсь, что нет, но если они начнут поставлять в России более современную военную технику, то это, конечно, уже будет, ну, они уже будут лицом в грязь. То есть, ну, вот все, это уже видит весь мир. Поэтому я думаю, что это не будут открытые поставки, по меньшей мере, сейчас. Если вдруг Тайвань, если вдруг Тайвань, тогда уже никто скрывать ничего не будет. А пока я думаю, что Китаю невыгодно. Особенно, если они хотят утвердить себя в роли миротворца. Но их миротворческая деятельность очень сомнительная. Потому что план по Украине вообще, то есть, его даже нельзя рассматривать. Потому что там нету речи о выводе российских войск из России на границе 91-го года. То есть, этого нет вообще. Поэтому этот план совершенно никому не приемлен. То есть, я имею в виду ни Украине, ни Европе, ни Соединенным Штатам Америки. То есть, на этот план даже не обращают внимания. Так, по-настоящему. Но тут есть еще один момент, который этот китайский профессор, о котором я говорил. Вот он в своем выступлении сказал, что вот в этом треугольнике Соединенные Штаты, Россия, Китай, или Россия в данном случае, всегда получает дивиденды самые слабые. А мы понимаем, что Америка всегда самая сильная. Поэтому, если мы берем эту, как мы ее назовем, это уравнение, что вот у вас есть треугольник, и самый слабый всегда получает выгоду. Вот Китай поддержал Афганистан, то есть, афганских мужаредов, и вот получил себе инвестиции. То есть, самый слабый получил выгоду в тот момент. Сейчас самая слабая и Россия, если мы считаем, что это формула рабочая. Да, вот этот треугольник. Поэтому, ну, это тоже не самая приятная новость, честно говоря. Да, что вот вдруг Россия сможет стать выгодоприобретателем вот из-за данной ситуации, в которой мы все сейчас находимся. Мы говорили о дронах сейчас с АВИКом, но о дронах боевых. А у нас с вами идет сбор на дроны разведывательные. Вот вы на экранах, я сейчас для наших зрителей говорю, вы на экранах видите у себя плашку, на которую можно навести, если открыть телефон, навести камеру, и вы попадаете в кабинет, где можно задонатить на дроны, которые прямиком отправляются на украинский фронт ребятам на передовую, с помощью которых они определяют, где находится вражеская техника, где скопление живой вражеской силы. И, собственно говоря, чем больше этих дронов, мы покупаем DJ Mavic 3 Fly More Combo. Вот военные, то есть мы посоветовали с Генштабом, Генштаб дает непосредственно те части, где сейчас больше всего эти птицы, и без них просто, ну, ребята, как без глаз, как без слуха. То есть это реально очень важно, поэтому, друзья, все, кто хочет помочь и приблизить украинскую победу, пожалуйста, вы можете задонатить. Можно также, у нас есть ссылка под этим видео, пройти по ссылке это сделать в любой валюте, кроме евро. Если вы хотите перечислить в евро, то ниже этой ссылки есть еще одна ссылка по свифт-переводу, можно это сделать в евро. Там прямая ссылка и открытая банка в монобанке, где видно, какое количество денег, как мы переводим на магазин непосредственно и отправляем ребятам. Ну, это хорошее? Да, это реально то, что важно, и то, что мы, ребята, вместе с вами можем делать. Мы отправили уже восемь дронов, восемь дронов уже давно на фронте, и ребята благодарят за это, это сохраненные жизни. И вот, собственно говоря, в банке у нас есть уже еще чуть-чуть и будет на пять дронов. Вот когда дособираем на пять, то заказываем сразу пять и отправляем, будем так, партиями решили, решили партиями это делать.